Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас в студии Сергей Юрьевич Пантелеев, директор Института Русского Зарубежья, руководитель проекта «Точки роста». Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, вы недавно были в Армении. Какие впечатления у вас? Ну, самые приятные, самые яркие, тем более, действительно, я впервые в Армении. И вот первый взгляд, он всегда такой наиболее важный. Ты часто замечаешь именно то, что видно в первую очередь. И если говорить о первых впечатлениях, то ты понимаешь, что это древняя страна, древний народ, очень глубокое, хотя и небольшое вроде бы пространство, но очень глубокое с точки зрения культурно-исторической, временной. Понимаешь те удивительные связи, которые есть между Арменией и Россией. И, конечно, самое яркое впечатление – это армянский народ, это армянская молодежь, с которой мы активно работали, вот, собственно говоря, приезжали с проектом, именно посвященным молодежи. В этом плане, вот, эта свежесть восприятия, она действительно крайне важна. И она убеждает меня в том, что это очень глубинные связи между нашими роднородами. Да, это вот комплементарность, которая цивилизационно обусловлена. Вы проводили мероприятия в Армении, а вот чем оно отличается от предыдущих ваших мероприятий в других странах? Для нас нужно пару слов сказать, собственно говоря, о проекте «Точки роста», который мы уже упомянули. Для нас это была пятая страна Евразийского экономического союза, поскольку проект «Точки роста» нацелен на информирование молодежи, формирование положительного имиджа таких интеграционных объединений, как Евразийский экономический союз и Союзное государство России и Беларусь. Мы были до этого в нескольких регионах Российской Федерации, в Беларуси нашей братской, в Казахстане, в Киргизии. Собственно говоря, Армения это была пятая страна, а в Евразийский экономический союз входит как раз, как известно, пять стран. И в какой-то степени это было такое итоговое мероприятие, подводящее такой итог большому этапу. И то, что это была Армения, это по-своему очень символично, поскольку и в Армении в первый раз. И мы с точки зрения охвата, у нас, наверное, был самый крупный форум, потому что ребята были как в очном формате, так и очень много было администрационных подключений. И при этом Армения, я бы сказал, сильно отличается от всех тех наших союзных стран, которые были, потому что нет вообще границы, есть определенные проблемы. Мы там, нынешний этап достаточно противоречивый с точки зрения отношений, мы об этом, мы это все прекрасно понимали, с какими вопросами мы будем сталкиваться. И, соответственно, страна древняя, но моноэтничная такая, очень цельная. И я видел некий недостаток общения между нами, между россиянами, между белорусами, казахами, киргизами и, собственно, армянской стороной. И мне показалось, что такой диалог, очень важный диалог, именно я подчеркиваю диалог, ответы на достаточно смелые, интересные вопросы, это состоялся, этот диалог состоялся. И я увидел, что многие стереотипы, которые были раньше, они касались в том числе и интеграционных наших объединений, они все-таки достаточно быстро развеиваются, если начинать откровенно общаться на этой теме. Сергей Юрьевич, скажите, вот социология показывает резкое снижение рейтинга России в армянском обществе в последнее время. В чем причина и что с этим делать, на Ваш взгляд? Мы понимаем прекрасно, что мы сейчас переживаем очень непростой этап отношений не только между Россией и Арменией, но это все вписано в большой геополитический кризис. Мы видим, откровенно скажем, фактически прямую войну между Российской Федерацией и США и их союзниками по блоку НАТО. Мы видим глубочайший кризис на территории Украины. И, конечно, все это связано с очень серьезной перестройкой в целом системы международных отношений. Потому что старая ушла в прошлое уже очевидно, какая будет новая еще неизвестна. Отношения между Арменией и Россией на данный этап, конечно, они связаны с этими всеми очень сложными событиями. Еще мы видим прямо очень серьезную региональную игру. Фактор, конечно, монетное дело очень болезненный для Армении и Азербайджана. Фактор Турции, фактор Ирана, Китая. То есть, вот это все помимо этих глобальных всех процессов. И вопросы есть, понятно почему. Есть кризис на Горной Карабахе, есть украинский кризис, есть внимание России средоотношенное прежде всего там. Армения считает, что Россия недостаточно делается с точки зрения защиты Армении. Мне кажется, я-то, кстати, мы говорили на эту тему и в Ереване с коллегами, много об этом говорили. Мне кажется, все-таки в армянском обществе есть определенное завышенное ожидание сейчас от России. Причем завышенное ожидание с точки зрения публичной какой-то реакции. Обратите внимание, все те вопросы, которые были там, попытки урегулирования со стороны внимания тех же американцев. Ну, как-то я не могу сказать, что они оказались очень сугубо эффективны. Все-таки Россия сделала конкретные шаги. Может быть, они воспринимаются не всегда глубоко в армянском обществе, которые были связаны с стабилизацией и очень серьезного кризиса, когда вот это все доходило до таких принципиальных каких-то вопросов. И мы видим, что все равно работа на дипломатическом уровне идет. Она не всегда публичная. Понятно, что Россия сегодня вынуждена отвлекаться серьезно именно на украинское направление. На Южном Кавказе кажется, что она здесь позиции свои в какой-то степени ослабила. Но я думаю, что это некая видимая часть, поскольку если мы посмотрим на текущую ситуацию, мы видим, что где-то какие-то проекты, наоборот, активизировались. Появляются какие-то новые шаги. Кстати, наш проект «Точки роста» тоже, мне кажется, попал в очень сложное, но нужное время. Именно наши эксперты, которые достаточно активно принимали участие, в том числе и на разных армянских СМИ, давали интервью, мне кажется, тоже сделали определенный шаг, связанный с разъяснением позиции России. Почему сегодня так? Просто сложное время. Необходимо где-то претерпеть. Но для того, чтобы принять некое мудрое решение и не наломать дров, как у нас говорится, необходимо на веса положить одно и другое. Присутствие России в регионе и отсутствие России в регионе. А есть очень много сил, которые как раз стремятся к тому, чтобы России в регионе не было. И давайте мы представим, что произойдет, если Россия уйдет из региона. Никому, точно ни американцам, ни британцам, ни другим их друзьям по НАТО, Армения независимая, сильная, не нужна. Да и регион, стабильный, развивающийся, не нужен. Куда они приходят, они создают конфликты. И потом пытаются даже ими не управлять, а просто наживаться на этих конфликтах. Вы упомянули Украину. Многие считают, что есть мнение в обществе армянском, что из-за отсутствия должной работы с народом Украины, эффективность мягкой силы снизилась. И, соответственно, случился кризис на Украине. А вот нет ли такой опасности, опасности повторения подобной ситуации, как в Армении, так и в других странах СНГ? Знаете, я вообще, честно говоря, не являюсь сторонником употребления в наших российских реалиях термином «мягкая сила», потому что мы, наверное, все хорошо знаем, откуда этот термин взялся. Джозеф Най, у него ведь... Софт-пауэр. Да, конечно, софт-пауэр. И она же... Это мягкая сила, в общем-то, вопрос еще перевода. Кто-то говорит «гибкая сила», кто-то говорит «мягкая власть». Это такое все. Но она неразделима от другой составляющей, жесткой силы. И все вместе они образуют умную силу. Вот как раз умная сила – это то, что, наверное, нужно помнить, когда мы говорим о термине «мягкая сила», но более того, одновременно не являясь горячим сторонником использования самого термина, поскольку, я считаю, все, что заимствовано, прямо заимствовано, оно примерно вот как ты воюешь чужим оружием против того врага, который это оружие изобрел. Это примерно так. А сегодня нынешняя ситуация, она ведь это инфекционная война, инфекционно-пропагандистская война, часто переходящая в прямую горячую войну, то, что мы видим на территории Украины, собственно говоря. И в этом плане Россия переживает сегодня такой период глубокой трансформации, но как страна большая, достаточно сложная, в которой, извините, в голове давно очень многих как раз очень серьезно забита «мягкая сила», другие термины, позаимствованные на Западе, мировоззрение западническое, да, вот это все очень быстро не уйдет, оно очень медленно трансформируется, существует достаточно высокий уровень инерционности системы, да, очень сложно меняться в условиях, когда, как бы, вроде бы и нужны такие быстрые трансформации, а быстро не получается, поэтому возникают некие, казалось бы, сейчас такие нерешаемые проблемы, а нерешаемые. Проблема Украины как раз заключалась в том, что там мыслили не просто категориями «мягкой силы», там мыслили абсолютно инерционными сценариями, там мыслили категориями «статки только на элиты», да, там считали, что «самура сосется», «Украина от нас никуда не денется», «с Януковичем договоримся», да, вот эти все инерционные подходы, и Россия очень долго соблюдала такой принцип «статус-кво», да, то есть ничего не менять на постсоветском пространстве, и оно само все урегулируется. Оказалось, что оно не работает, оказалось, что если ты не выходишь своими инициативами, если ты не являешься креативным, если ты не учитываешь общественное мнение конкретной страны, то другие, более технологичные, более креативные заполняют то пространство, которое ты сам не заполняешь. Сегодня, мне кажется, в условиях, когда вот уже все горит, и мы же понимаем, что мы не зря говорим, что на Украине решается судьба, будет Россия или не будет Россия, будет ли русский народ или не будет русский народ. А я даже более того скажу. На Украине сегодня идет спор о том, как бы вот будет это большое евразийское пространство, цельное, да, объединяющее разные народы и имеющие перспективу развития, либо это будет большая Украина, вместо там черная дыра, как говорил в свое время Бжезинский, вместо конфликта в Большой Югославии, там его тоже, по-моему, термин. Вот об этом речь идет. Соответственно, в России сегодня это понимают, процессы идут сложно, трансформация сегодня идет самой системы непросто, но мы находимся в той ситуации, когда приходится меняться таким образом. В какой-то степени это, я даже признаю это, это следствие определенных ошибок, о которых я уже сказал. Но история чаще всего она так и делается. То есть Россия вообще развивается, к сожалению, часто рывками. Это такая вот, с одной стороны, проклятие русской истории, русского пути, а с другой стороны, мы за счет этих рывков многие проблемы решаем в достаточно быстрый срок. Достаточно, может быть, с определенными издержками внутренними, да, но вот эта теория, правда, догоняющего развития, она мне глубоко чужда, но мы действительно иногда вынуждены сделать большой рывок для того, чтобы компенсировать некие свои недоработки в течение определенного времени. В этом отношении, извините, на уровне почти шутки, там, русский долго запрягает, там, быстро едет, там, лежал на печи 30 лет и 3 года, да, но это такая, это архетипы, да, которые, от которых никуда не уйдешь, это историческая судьба. С 2014 года очень много говорилось о необходимости работы, вот выражаясь в вашей терминологии, умной силы, мягкой силы, умной силы. Чтобы не повторить украинского сценария, скажите, а вот в чем причина снижения рейтинга России во многих странах, постсоветских странах, и вот что делать в избежание подобного, и чтобы исправить ситуацию? Ну, причина снижения рейтинга, тут опять же, с одной стороны, смотря кто и как считает, потому что даже по Армении, буквально накануне нашего приезда были обнародованы словеческие данные, согласно которым достаточно большое количество граждан Армении продолжает воспринимать Россию как основного союзника и выступает за интеграцию. Тут опять же, социология, часто надо смотреть на формирующую социологию, да, либо реальную социологию. Здесь такие моменты, они, нужно признать, конечно, такая проблема тоже существует. С другой стороны, мы видим, что особенно, там, вы сказали, с 2014 года, тут еще и 22-й год, да, вот есть определенное состояние где-то шока, да, где-то выжидания из-за прямого, фактически прямого столкновения Запада с Россией, это при том, что мы должны понимать, насколько глубоко англосаксы, прежде всего, проникли на евразийское пространство. Мы это видим как в Армении, там, я уже, притча во языцах, это ваше посольство американское, да, да, большое, да, да. Мы посмотрим активность американцев и англичан в Казахстане, да, которые, ну, тоже всем известно. Понятно, что кто формирует, а кого есть деньги и как они хорошо работают, как раз по принципу мягкой силы, вот, вот здесь действительно она присутствует с обществом. К сожалению, наши подходы, они часто сводились действительно в большей степени работать с элитами, кстати, это важно, и сейчас мы видим это достаточно эффективные многие вещи, но при этом общественное сознание, это как раз то, в чем наши конкуренты нас всегда, ну, где-то опережали, да. А у нас была ставка на некие инерционные там начала. Сейчас, на мой взгляд, меняется ситуация. Более того, например, вот точки роста мы с 2020 года реализуем при поддержке фонда президентских грантов. Я вижу, как лучшие практики, лучшие практики, в том числе западные, сегодня в российском пространстве, в том числе по теме работы с молодежи, применяются, но только они применяются не вот бездомно копируя, да, учитывая всю нашу специфику, потому что без горизонтальных связей, без прямого диалога, без выезда на места и понимания специфики, да, как раз Армения это очень четко показала нам, ну, двигаться вперед невозможно. В условиях этой, как бы, жесткой конкуренции, тогда, когда мы видим там жесткий конфликт, и самой вот такой вот жесткой силы на Украине, все силы и средства гуманитарной политики, мне кажется, сегодня как раз нужно обращать на евразийское пространство и пытаться значительными, такими точными, в том числе и шагами, достучаться в том числе до общественного мнения евразийства, евразийских наших соседей. И, знаете, мне кажется, что мы очень мало объясняем людям реальные плюсы евразийской интеграции, мы очень мало объясняем, что стоит за теми посылами, которые англосаксы так, так сказать, легко раздают на правой и налево. Та же Украина, как бы, она была куплена печеньками знаменитыми, да, в Нулан, да, вот мы видим, к чему она пришла. А какие плюсы в евразийской интеграции, которые Армения могла бы излишнись? Ну, если мы посмотрим сейчас, кстати, с точки зрения товарооборота, который за последнее время, он значительно вырос, если мы учитываем, какие, насколько экономически Россия и Армения связаны, да, это экономика, она крайне важна, это первое, то, что мы говорим, да, с другой стороны, мы понимаем глубинные межчеловеческие связи, мы знаем, насколько русский народ, армянский народ близки друг к другу с точки зрения общего исторического пути. Притом армяне ведь древнехристианский народ в какой-то степени, который прокладывал путь христианизации, в том числе и через общее там византийское наследство. Это все мы понимаем, ценим, и даже если люди там не рефлексируют с точки зрения таких каких-то глубинных вещей, комплементарность внутренняя, она здесь крайне важна, но и плюс, конечно, армянская диаспора в России, в Москве в частности, все это очень сильно приплетено, мы понимаем, что это связи непридуманные, они не придуманы какой-то теорией мягкой силы, это не технология, это реальные межчеловеческие глубокие гуманитарные родственные и прочие связи. Сложившиеся естественным образом, это непридуманное, это не постмодернное, это не виртуальное, это живое, а вот нас пытаются как раз разрушить через виртуальное, через придуманные, принесенные, через эти все манипуляционные технологии, вот это очень крайне важно понимать. Далее, вопрос, который Армению сегодня крайне беспокоит, и которому, по которому очень много задают неприятных вопросов российским экспертам, приезжающим в том числе и в Ереван, это вопросы безопасности. Собственно, наш форум в точке роста, он был посвящен вопросом мира и безопасности на территории Большой Евразии, и я понимаю, что фактор России при всех вопросах и к России, и к ОДКБ, которые существуют в армянском обществе, он определен прежде всего тем, что Россия находится в регионе, потому что это важно и с точки зрения национальной безопасности Российской Федерации и, простите за премиату, с точки зрения безопасности Армении. Я даже бы сказал с точки зрения безопасности всего региона, потому что пока здесь присутствует Российская Федерация, соблюдается баланс. Как только Российская Федерация, не дай бог, уходит, баланс нарушается и начинаются амбиции тех игроков, которые хотели бы это все раздеребанить. Вы знаете, что такое Турция, очень хорошо. Отлично, знаем. Вот вы подошли к моему последнему вопросу, завершающему наше интервью. В Армении многие считают, что Россия не против уйти с Южного Кавказа. Это так? Знаете, это не так. Это не так, потому что Россия прекрасно понимает, каковы будут издержки. Нас в свое время, еще и в 90-е годы пытались выдавить в целом с Кавказа. В какой-то степени вся эта история связана с давней игрой англосаксов. Большая игра продолжается, она никуда не делась. Эти разговоры сегодня, мне кажется, несколько эмоционально связаны с украинским кейсом. И есть некая беспокойность, что поскольку мы там больше внимания уделяем этому региону, этому конфликту, то нужно силы каким-то образом там дифференцировать, откуда это может уйти. Нельзя уйти. Мы прекрасно понимаем, что уйти нельзя. Почему? Я уже, по-моему, сказал ранее. Потому что нарушается баланс сил. Уйти нельзя остаться. Уйти нельзя. Спасибо вам большое за подробное и интересное интервью. Спасибо. А у нас в гостях был Сергей Юрьевич Пантелеев, директор Института русского зарубежья, руководитель проекта «Точки роста». До встречи.